Ом Ти Ви Юэй про Головне. Весь мир знает. Главный русский бренд сегодня. Это ЧВК Вагнер. Существенно вырос. Он сейчас ушел за 80%. Я когда вижу тоже, да, там какие-то попадаются видео, ну вот условно говоря, сейчас называем с другой стороны. И когда я вижу, что лицо, оно так немножко, понимаешь, оно обезображено злостью. И я вижу, что у человека нехорошо на душе. Он не готов простить. И когда я вижу наших воинов, знаешь, у них лица такие спокойные. По сути, против России развязана настоящая агрессия. И нам все равно, сколько уничтожать стран. 28 или 32. Они должны это понимать четко. У нас бы всего хватает. На 32 хватит вот так. Та задача, которую поставил президент в путевую сниженацию Украины, без рекомендации режима Зеленского выполнен не будет. Если Зеленский погибнет во время этой бомбежки. Туда ему дорогу. Когда, наконец, будет уничтожен правительственный квартал Киева? Когда будут уничтожены подонки, отдающие приказы от верховного бандера, командующего главного нациста, подонка, мерзавца, гниды по фамилии Зеленский? Как кто-то мудрый когда-то сказал, ожидание казни, оно страшнее самой казни. Так что мы подождем, пока кролик побегает по Европе и вернется в свою киевскую норку. Для Зеленского специально держу трофей. Должны быть уничтожены Зеленский, Буданов, Подоляк. Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Слово не воробей, оно уже вылетело и Запад должен за эти слова отвечать. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних, честных, гідных и справедливых умовах. Очевидно, что с этим российским президентом это неможливо. Он не знает, что такое гідность и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России. Зеленский настолько неадекватен, что он думает, что вот после таких заявлений можно всерьез о чем-то с ним переговаривать. И главное договориться о чем-то. Когда мы понимаем, что он далеко не все решения принимает, он действительно наивен. Да, мы открыты к переговорам, да, мы согласны обсуждать возможные договоренности, но опять-таки не на тех условиях, как вот часто звучат и у нас в студии, там из уст некоторых украинских деятелей насчет того, что вот все, перестаем стрелять и дальше начинаем переговоры. Мы знаем прекрасно, чем это закончится. Мы знаем, что в это время Украину будут дальше накачивать, накачивать оружием. Если прекратятся эти поставки, тогда действительно можно о чем-то говорить, но они не прекратятся. Мы это тоже должны понимать. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Если даже президент не дал бы приказ максимально сохранить население и города, то давно бы мы очистили бы Украину. Мы, я имею ввиду, это вооруженные силы. Победим Украину. Осталась неделька. Все. Колония таких вот исторических перспектив все-таки не имеет. Шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе, она была всегда. Я хочу просто, чтобы это было понятно. Не то, что вот мы смотрим, что происходит вокруг нас и с нами. Рот открыли. Ах, ничего себе. Да так всегда было. Понимаете? И всегда Россия оставалась на... была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед. Апетиты империи всегда растут. Отрывок из книги украинского журналиста и публициста Павла Казарина «Дикий запад Восточной Европы». Былинное наследие обычно делят на несколько циклов. Один – киевский, о богатырях и ратных подвигах. Второй – новгородский, о быте, купцах и состоятельности. Но если Илья Муромец погибнет в бою с монголами на реке Калке, то купцу Садко не оставит шансов Москва. Ну, ничего нового для нас нет. Новгородская республика просуществовала три с половиной столетия. Простиралась от Белого моря до Волги, от Балтийского моря до Уральских гор. Одна из немногих земель, сумевшая избежать монголо-татарского разорения. Именно здесь было Вече – реальная форма средневековой демократии, когда на все ключевые должности людей выбирали, а не назначали. Чушь какая-то, понимаете. Капитал являлся основой власти, а не наоборот. В какой-то момент это привело к зарождению протоолигархов, что они лоббировали свои креатуры на главные должности. В то же время у Новгорода не было родимых пятен абсолютизма. Власть была сложной системой сдерживаний и противовесов между выборным князем, архиепископом, посадником, тысячником и старостами. Вечь решала вопросы войны и мира, судьбу законов, объем налогов и определяла, кто будет возглавлять республику. Но мы-то понимаем, что эти процессы, это такой цирковой процесс. Новгород был настоящим торговым окном в Европу, которое было прорублено задолго до Петра. Именно здесь могла появиться четвертая восточнославянская идентичность вместе с современными Украиной, Белоруссией и Россией. Если бы не Москва. Почти ничего не изменилось. Удивительно. Мы не можем просто так на это смотреть. Причиной первой Московско-Новгородской войны стала попытка Новгорода пригласить епископа из Киева. Кто-то нам скажет, что это нормальное государство. Который в то время в церковном вопросе ориентировался на Константинополь. Но это еще не все. Поэтому Иван Третий обвинил новгородцев в измене и в 1471 году разбил их войска в битве на реке Шелонь и захватил город. Этим и объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов. В течение следующих семи лет Москва постепенно урезала независимость Новгорода. Судебные функции перекочевали к завоевателям. Часть земель была отторгнута. Вот так патрульные самолеты НАТО следят за российской подводной лодкой проекта «Варшавянка». Боевой корабль сейчас выполняет задачу в акватории Балтийского моря. Но и противник пытается не упустить подлодку из видов.